Раньше мы могли в эту столовую сходить, теперь мы в нее не ходим, но в принципе все можно заказать и мы обедаем на месте. Или могут сходить те, у кого есть ковер-код, купить, принести нам, и мы также с удовольствием поедем. Поэтому проблем нет, и ситуации можно, любые проблемы можно обойти. Наталью Подоляк точно можно назвать новым модным словом антиваксер. Из-за новых ограничений поход в столовую с коллегами для нее превратился в ожидание курьера. Вместо салонов красоты, маникюр на дому и подруга с ножницами. Вместо прогулок в торговые центры, прогулка по интернет-магазину. Доверия к вакцине у Натальи нет, так как, по ее мнению, система здравоохранения давно трещит по швам. Поэтому даже если бензин для автомобиля будет только по QR-коду, выход она найдет. На сегодняшний момент я понимаю, что прививка может повредить мне, это может разбудить хронические заболевания мои. Пусть это здравоохранение будет доступным, не будет очередей в больницах, решите эту проблему. На сегодняшний момент приходим, врачей-то нет, обратиться не к кому. Будем просить кого-то, будут привозить канистру, будем заправить. Ну вы, то есть мы все люди и все взаимодействуем. Мне проще взаимодействовать с вами, с соседями, с родственниками, с коллегами по работе, чем с государством. Хоть жить без QR-кода можно, но Наталья говорит, что бизнес должен бороться за свое право обслуживать непривитых. Крестная арка считает, что потери от штрафов будут сопоставимы с упущенной выгодой. С тем, что за свои права нужно бороться, уверена и аудитор Олеся Галебнова. Она себя называет рациональным антипрививочником. Девушка уверена, что препарат не прошел нужной стадии испытаний. Жить без QR-кода, по ее словам, еще можно. Добавок, Олеся скрупулезно изучила указы краевых властей и российские законы. И там, по словам девушки, почти ничего не сходится. Это ограничение прав, которые гарантированы Конституцией для каждого гражданина Российской Федерации. Это свобода перемещения. Она у меня гарантирована Конституцией. Я сама выбираю, куда я могу идти, куда я хочу идти. В тот же торговый центр, на спортивные мероприятия и так далее. И в кафе. Почему? Для того, чтобы мне туда прийти, я должна предоставлять свои медицинские данные, которые вообще-то также являются персональными данными, которые подлежат в соответствии с законодательством защите. И еще к тому же, последний указ нашего губернатора, он наделяет людей, которые стоят на входе, правом проверять, то есть обязанностью даже проверять мой паспорт, паспортные данные. Это вообще отдельная история. У других антиваксеров Красноярска причин не следовать советам врачей много. Люди говорят, что готовы прожить без кино, кафе, ресторанов и даже на работе можно договориться. Однако, если их полностью закроют дома или дадут денег, например, то, может, они и поставят вакцину. Меня бы заставило поставить вакцину и получить QR-код. Хорошая работа с хорошей зарплатой и возможностью лечения в случае побочных эффектов. Как можно ей доверять, если нет никаких оснований ей доверять? Если минимум, примерно, там, я не знаю точно, ну, сколько лет должно пройти, прежде чем доказать действенность этой вакцины. Тем более, сейчас же вирус, он подстраивается под эту вакцину. И как можно еще что-то изобрести, если он бесконечно будет мутировать? Если бы невозможно было из дома выйти, то, может быть, да, и то я бы, по возможности, сидела дома как можно дольше. Это цены, которые закрыли, то есть я их, как бы, и до этого сильно-то не посещал. То есть, ну, в основном, это вот какие-то развлекательные мероприятия сейчас стали ограничены быть. То есть, ну, там, допустим, в кинотеатр не сходить там или еще что-нибудь, то есть, ну, вот такое. Ну, а в целом, допустим, ничего, вот именно в мою жизнь это ничего не повлияло. Сейчас движение антипрививочников особо активизировалось. По всей стране люди стали массово записывать обращения к президенту, обвинять региональную власть в фашизме и нацизме. На видео люди обращаются к президенту как к арбитру и требуют, чтобы он прекратил произвол на местах. Мы обычные жители Приморского края. Ни инагенты, ни политики, ни представители оппозиции. Мы русские люди, которые любят свою родину, малую и большую. Мы обращаемся из Владивостока, столицы Дальнего Востока, к президенту России Владимиру Владимировичу Путину. Используя свое прямое конституционное право, требуем от вас, как от гаранта Конституции, пресечь незаконные действия правительства, Роспотребнадзора, главных санитарных врачей. Волна гнева в сторону ограничений прошла не только по России, но и по всему миру. По мнению экспертов, антиковидные ограничения в нашей стране продлятся минимум до лета 2022 года. Весной Россия вновь может оказаться на пике заболеваний. Тогда ограничения придется только усиливать. Дмитрий Ишхузин, Сергей Токарев, Новости ТВК.